Никаких претензий к нам. Никаких претензий. Я же не говорю, я такой, весь такой, я все сделал. А вы не можете. Да вы тоже можете. Ребята, вы все можете. Вот реально говорю. Без шуток, без ничего. Я если сделал, он сделал, значит и вы можете сделать. Сто процентов. И устали? Что, еще продолжим или по-новой запиши? Да ладно, хорош. Все записано. Ничего не будет вырезаться, все пойдет. Окей, перезвоню. Алло, Салин, хочет вас двоих увидеть, познакомиться с вами. Вы готовы к встрече? Салин говорит, а не понял, а как, чего? Ну вы приедете и побазарите. А, ну да, хорошо. Алло, Салин. Поехали. Ну, ну да. Алло, Салин. Алло, Салин. Алло, Салин. Он вас позвал. Алло, алло, алло. Да иди ты. Как ты не помнишь, как проценты? Это же проценты? Ну, что-то было основано. И здесь тоже на гугле основано. Я когда слово проценты слышу, я всегда говорю, проценты есть только в одной системе. Только что мы говорили. Только что. В банковской системе там проценты. Там и течка, иди ты берешь проценты, потом иди, и зачем. Вот там реально проценты. Это что-то существенное. Работать, да. А в тяжелых видах спорта со штангой. Не штангой. Проценты. Проценты. Это сняется периодизация. Глупость полнейшая. Ну, та вот, она так как бы не сняется. И подается в институт физкультуры. Да, вон. Поэтому и результат такой. Анаболики убрали, проценты не помогают. А про Егор? Григорь. И вот плохо, что слишком рано ушел Сигуянов, потому что мы с тобой как раз и планировали перенести вот эти все знания касаемо тебя в атлетике. Вот так вот. Подожди, да. Мы с тобой планировали с ним это сделать, но в итоге мы не успели, к сожалению, но в итоге мы это сделали втроем. То, что я хотел тогда. Да, ты же сказал, планировалось выпустить, что там, книжку? Книгу, да. Книжку как раз вот. Да, мы с Витом Николаевичем договорились, что я привлеку человека из тяжелой атлетики, и мы с ним напишем книгу для, ну, штангистов, скажем так. Но, да, не успели, но мы зато втроем начали как бы к этому идти, и нас не приняли. Не то, что книжка, тут еще и видео зарубаются. Да, то есть нас не приняли, и пришлось видео закрывать. Но в других-то спортах все нормально, грубо говоря. А тут штангисты, ну, все знают. Ну, знаете и знаете. Короче, тем, кто интересуется, надо искать стрим с Кириллом Прожилевым. Смотри, зачем искать? Везде есть адрес. В любую группу на Афузане. Нет, ладно. Подожди, но они не хотят с тобой иметь дело. Они же все умные. А что они им хотят иметь дело? На стрим с Кириллом они хотят. Да. Где? Нет. То и тайком сидят, смотрят. Ну, тайком же и тренируются с тобой. Как же я тренируются. Я еще где-то раз это слово хочу сказать. Можно сказать? Нет. Нет? Нет. Тайком. Тайком. Некоторые с тобой тренируются. Тайком. Некоторые на вот эти видео смотрели. Тайком. Некоторые ходили, говорили. Да мы это знали. Это ты че? Не наглядывайся. Тайком. Некоторые, конечно, мы это знали. Мы сейчас будем так тренироваться. Потренировались и ничего не получили. Все тайком, ребята. Поэтому мы, а давайте-ка мы видео закроем. Посмотрим, что будет тайком дальше. Ну вот уже закрытые виды, что ничего. И ничего. Так может быть открытие написать в комментариях. Обязательно обращайтесь в лабораторию. Нет. Мы это не для того, чтобы к нам обращались. Это я просто тебе... Логику у меня какая была? Если бы я не встретила Григория, я про лабораторию знать бы не знал. Логика у меня какая была, когда я вот это все захотел сделать? Чтобы людям, штангистам... Я видел, что творится в штанге тоже. Я хотел, чтобы штангисты нормально начали тренироваться, чтобы люди... Реально они... Жалко мне их было, ребят, этих детей, не детей, взрослых. Потому что убитые все, перебитые, травмированные. Думал, хорошее дело сделаем. В итоге оказалось, не нужно этого было делать. Но ты представляешь, мы сейчас разговариваем, и одно поколение пошло дальше, выросло новое. И они сейчас смотрят ролик и думают, что за подготовка, что за лаборатория, кто такие? Они даже не понимают, о чем идет речь. И сейчас будут комментарии, а что, что, как можно заниматься, расскажите. Кто, смотрите, все... Даже понятия, о чем идет речь, они не могут. А ответ такой. Какой-то секрет, который замалчил. Никакого секрета. Никакого, тем более, секрета нет. Есть... Встречные комментарии. Почему тогда не рассказать? Подожди, подожди. Выберите и запустите. Нет, я... Хорошо молчу. Все вопросы, которые задают штангисты и тренеры, которые что-то хотят, задавайте вашей федерации. Это раз. Во-вторых, никаких секретов нет. Есть книга Ивана Абаджиева, которая в сети есть, на болгарском. Она несложная, можно ее прочитать. Вот. Есть много материалов про эту систему. Можно их всех изучить, прочитать. Есть видеоматериалы, тренировки, все прям реально тренировки. Болгар, на видео. Все можно изучить просто вдоль и поперек, как мы это сделали. Я отдельно, он отдельно. Потом вместе соединили это все. Все это есть. Никаких секретов. И самое главное, все это, все это, перенести на тренировки, на свое. То есть без применения запрещенных препаратов. Мы это сделали. Посчитали, высчитали. Все это сделано. Причем не только в тяжелую тетику, а и в другие движения, упражнения, скажем так. Все сделано. То есть мы же это сделали. Я как считаю, если мы это сделаем, то любой другой это может то же самое сделать. В чем проблема? Какие претензии к нам? Никаких претензий. Я же не говорю, я такой, весь такой, я все сделал, а вы не можете. Да вы тоже можете. Ребята, вы все можете. Вот реально говорю, без шуток, без ничего. Я если сделал, он сделал, значит и вы можете сделать. Сто процентов. Просто надо отнестись к этому, как мы отнеслись. Знаешь, мне напоминает одного блогера, ну и, наверное, научного какого-то работника, он себя так позиционирует, Александра Мирошенко. Когда он в своих стримах, ему там задают, послушайте, задают какой-нибудь вопрос, на который надо просто ответить. Там либо да или нет, либо просто, ну, короткая фраза. Вот такой, ну вы понимаете, чтобы мне ответить на этот вопрос, мне надо вам 12 часов читать лекции, как вы себе это представляете. Вот вы зайдите, ко мне в контакт, откройте учебник, там, или там, определенные темы, почитайте, а потом уже посмотрим, что нужно вам ответить. Почему ты так понимаешь? Если ты хочешь понять, что ты, ты же должен прочитать вот эту книгу этого человека, который первым это привел. Но когда вы мне объяснили, я же не читал ее. Вы же не взялись. А ты мой друг, я тебе объяснил. У меня много друзей нет, у меня раз, два, три человека друзья. Все, я не могу своему другу рассказать? Пусть они изучают тоже. А я заставляю читать и... Да не тому, не знаю, давай все приходите, сейчас мы вам все в роли садитесь, и мы сейчас вам всем рассказали. Ты говоришь секреты, но секретов-то нету. А то, что ты привел пример этого человека, он из простых вещей делает секрет. Я же не делаю из этого секрета. Там нет никаких секретов. Давным-давно все известно, все раскрыто. Все, прям просто. И им там в своих видео все показывает, как они это все делают. Просто да, они там делают воспоминание, у них все мы понимаем как. А мы это додумались до этого, что без применения запрещенных препаратов мы можем... Я вот несколько лет назад ко мне подошел очень такой хороший штангист, он из мастер спорта международного класса, говорит. Вот все те результаты, которые сейчас есть на своем без применения стероидов, можно к этому достичь. Я ему честно несколько лет назад сказал, слушай, я не знаю. Чтобы этого узнать, то в теории да, на практике, чтобы это узнать, надо, надо попробовать. Попробуйте, мы же вам рассказали. Семинары были, были. Мы же вам рассказали, на пальцах одной-двух рук я рассказал, как это надо сделать. За шесть часов. За шесть часов. Ни один человек в туалет даже не вышел. Ты у тебя все туда понял. Ты что, понимаешь, да? Все рассказали, да, Саша? Вот все рассказали, ну пробуйте. Но они пробуют, я же не сказал, мы вам дали идите. Нет, пробуйте, на связи, номер мой, это, это, давайте общаться, давайте делать вместе. Никто, все, никаких действий ни от кого. Вот, поэтому и из-за этого тоже видео. Зачем это все делать, если никому ничего не надо? Мне что ли больше, ни штангисту, ни штангисту, это больше всего надо что ли? Нет. Ну, понимаешь, вот МСНК, ЗНС, там еще кто-то, никому не интересно оказалось, оказалось. А на разговоре, там, на словах, там, прям, все, сейчас все сделаем, там, просто, там, такие разговоры были. А оказалось, ничего никому не надо. Поэтому сейчас вот на этот вопрос отвечаю. К тем результатам, которые сейчас есть, можно дойти. Я уже уверен в это. Просто и теоретически я понял, что к этому можно прийти. Только надо отобрать конкретно людей, которые не принимали стероиды. То есть, чистых людей, образно говоря, да, в кавычках, чистых людей надо взять, талантливых, отдаленных, тяжелой атлетики и с ними работать. И это года. Это не год-два, как на таблетках, да. Это года нужны, условия, да, там, сборы, где питание будет очень хорошее, где нужные БАДы, которые, скажем, сколько надо, чего надо. И просто условия создать. Да, можно, сто процентов, вот, 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 я уверен в это. Просто нужны условия. Без анаболиков. Вот, ну, а федерация на это не будет денег. Ну, тогда все. Ну, разговоры не о чем. Ну, кстати, вот это вот немножко двоякой позиции. Неправильно. Ну, сейчас не что, что у федерации на это не будет желания. Ну, как бы, для этого, это, получается, экспериментальная группа. Что значит не будет денег? Потому что это экспериментальная группа. Ну, понимаешь, экспериментальная группа на сколько лет? Вот я про это тебе говорю. Никто поэтому может... А этим, не день, этим придется заниматься. Вы все равно к этому придете, когда-нибудь. Этим, от этого никуда ты не уйдешь. Я так понимаю, сейчас... Все равно к этому придешь. Федерации, я так понимаю, ждут, когда... Это же, наверное, не первый раз, я так понимаю. Они просто сидят и ждут, когда санкции перестанут вводить. Ну, то есть, когда ВАДА перестанет нормально проверять. То есть, взаимоотношения международные наладятся. Я так понимаю, федерация этого ждет. И все, перестанут проверять, как, например, сборную Грузию проверяют, не проверяют. И опять результаты пойдут. То есть, дадут возможность принимать. Ну, наверное, этого ждут, я так понял. Поэтому и в плане методических вот этих вещей ничего не продвигается. Ну, я так понимаю. Может, я ошибаюсь, не знаю. Но это, к сожалению, вот так, наверное. Мне не нравится вот эта однобокость вашей позиции, что типа пусть она обращается только от федерации. Какие-то предложи свои. Нет, подожди. Нет, подожди. Либо мы работаем либо в федерации. Как ты предлагаешь вот? Вот либо от федерации, либо... Сейчас в порядке там за 100 тысяч. За 10 тысяч. Я просто говорю. Люди тренеры бедные. Они будут, да, надо федерацию тормошить, потому что только один этот единственный... Я говорю, обращение должно быть официальным. Официальным. Не то, чтобы только федерации. И федерация тоже. И региональные. И школы, и дюшеры. Слушай, а какое обращение? Как именно? Приехайте, сделайте нам семена. Проведите. Что я? Что сказать? Слушай, это не будет ли? Алло, Салин. Ты готов тренировать? Ну, да. Окей. Перезвоню. Алло, Салин. Хочет вас двоих увидеть. Познакомиться с вами. Вы готовы к встрече? С вами говорит, а... Не понял, а как? Чего? Ну, вы приедете, что с ним побазалите. А, ну, да, хорошо. Алло, Салин. Поехали. Ну, да. Алло, Салин. Алло, Салин. Алло, Салин. Он вас позвал. Алло, алло, алло. Да иди сюда. Нет. Что? Супичный. Да, в костюме. А как еще? Вот ты говоришь, что обращаются люди, да? Допустим. Это не работает. Это не то, что даже в тело зрителе. Это не правильно. В фитнесе это не работает. Даже по отношению к ним. Мы, они приходят, вот я рекомендации пишу, там на бумажке все написано. Идеально. Он уходит, нет результата. Как нет? Он приходишь, начинаешь с ним рядом сидеть, говорить, что у тебя есть результат. Понимаешь? Человек, нельзя вот так, что они сейчас придут, у нас получат консультацию, пойдут и начнут поднимать. Они придут, получат консультацию, пойдут, обосрутся. Это всегда 9 из 10. Обосрутся. И все. Надо четко сказать. Официально. Подожди. Вот ты говоришь там, официальное обращение, это когда все делаете через бумагу. То есть все открыто, честно, прямо, понимаешь? Не по звонку там, алло, пожалуйста, приедь там, расскажи и уедь, и все, больше ты не нужен. А это так не работает. Это будет честно и по отношению к ним. То есть не работает, когда вот ты рассказал через видео или через там семинар, рассказал и ушел, все, и ты не знаешь, что они там делают. Это не работает. Работает только, когда вот все время ВКонтакте наладить вот эти отношения. Вот только вот таким путем надо идти. Поэтому ваши видео безобидные. Для обозрения. Нет, наши видео, они восприняли люди как. Вот сейчас мы сейчас видео посмотрим, и что уже сами будем делать, нам ничего не надо больше. А они, что-то, у кого-то не работает. Неправильно, неправильно. На самом деле и по отношению к ним неправильно. У меня был у нас два раз. Что подошло? Огромный опыт уже в этом смысле. Не работает это. Ну не работает, Саша. Миллион битл спорта уже. Только работает, когда человек звонил, по-моему. Как раз вот, как реклама была. Были видео еще в доступе, и вам какой-то человек звонил. Нет. Мне он давно звонил тренера в Белоруссии. Без привета, без пока. Я смотрел, по вайберу звонил, номер, только не наша страна вообще. Ну, за то, что такое предложение есть. А я говорю, алло, и мне там сразу, алло, я тренерусь в Белоруссии, я посмотрел все видео Силуянова, я хочу с вами работать. Я говорю, стой, стой, подожди, для начала, здравствуйте, говорю, здравствуйте. Во-вторых, я вообще-то работаю сейчас, потому что я действительно был на тренировке. Я говорю, я сейчас не могу говорить. Человек вообще там без башки, блядь, просто. Номер этот мой взял. Может, он впечатлился. Я говорю, вы напишите мне все, что, я вам отвечу, как освобожусь. Он мне написал, вот так, я тренер из Белоруссии, я, короче, посмотрел все видео Силуянова. Это, типа, у них считается, как допуск к нам. Если ты все видишь Силуянова, посмотрел, он говорит, о, брат, ты мой брат. Я все все видишь Силуянова, хочу, короче, с вами наладить контакт. Вот так он написал. Ни имени, ни фамилии, никто, ничего, вообще ничего. Но написал бы, мы вконтакте. Я ему написал все контакты, вот, лаборатория, телефон. Не, просто слово, мы вконтакте. Звони и договаривайся, все, нет ли его. Вот хочешь вот... Потому что отношение к нам такое, какие-то два пацана, простые, все рассказывают. Сейчас я позвоню, сейчас мне все расскажут. Ну и пошли. До свидания, я здесь использую. Все, да, подсчет. И ни слова про нас. И еще я скажу, что это я все расскажу. Да, 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 вот как сделали вот это, как сделали вот это. Этот, вот, не для этой съемки. Да здесь все, постоянно, не для этой съемки. Нет, я тебе вот тут, смотри, просто обозначаю. В футболе знаешь, что сделать? Ну это мне напоминает вот эти нынешние... И вот, и вот он мне опять, видишь, Салим. Как же мы без тебя? Ну как я должен отреагировать? Вот что ты мне предложил? Он мне уже 140, блядь, раз что-то что-то обещал. Понимаешь? Ну, я им предлагал... Ну, они программы своими высказали, а вопросы-то есть, они наоборот появились. Еще больше. И я. И я каждому, всем троим написал. Знаешь, что, вот если бы... Подожди, подожди. С просьбой встретиться, снять интервью. А. Все, все. Да, супер, супер, Саша, мне это... Мне очень понравилось, да, обязательно. Но, я же не один, мне надо посадиться своим бедруберным штабом. Я тебе в понедельник отвечу. До сих пор, отлично. Другой, другой, Саша, напиши мне какие-то вопросы. Я говорю, можно без вопросов, просто в качестве рассказа. Ну, я понимаю, что человек не комментирует. Просто хоть что-то скажи, помимо вот этих интервью коротких, в средствах массовой информации. Нет, пиши мне вопросов, у нас пришло вопросов. Тишина, все, пропало. Да, да. Саша, видео сами отредактируем. Я говорю, может быть, много снимем? По-новой? Хорошо, я тебе позвоню. Все. Тишина. Вот. Ну, потому что не будет, они все понимают, что они попробуют, если нормальный человек попадется, который знает кухню, он уничтожит любого там вопроса. Это не то, что нормальную кухню, просто, мне кажется, они подготовили чисто тезисами. Вот эти тезисы, а вот чтобы развить, как вы будете-то они, как ты говоришь, могут поплыть. Потому что они в этом четкой взаимосвязи хотеть и сделать разные вещи. Да, конечно. Поэтому предлагаю нам создать альтернативную федерацию в «Атлетике России». Создай, он. Создал же это. Любительскую. Берестов создал. Развивается что-нибудь? У кого? У которого игры не работают. У спонсоров.